Газета «Общественный прибой» представляет Спецвыпуск Здравствуйте, Андрей Станиславович. Здравствуйте. Озвучьте, как квалифицируется действие лица, которая предлагает другому человеку решить вопрос таким альтернативным способом. Это называется квалифицированность в статье 190 как мошенничество. То есть мошенничество под собой вообще предполагает очень много направлений. То есть в отношении людей, особенно сейчас, есть мошенничество по телефону, где люди звонят по телефону, и преступники говорят о том, что попался и на милицию распространенная ситуация, и предлагают вознаграждение сотрудникам милиции за то, что они разрешат проблему и отпустят человека. И наши граждане на это соглашаются. Приезжает машина-такси, как правило, таксист является просто перевозчиком этих денег, и люди отдают свои деньги. При этом, естественно, они не получают никакого результата, их сын не находится в милиции. И бывают ситуации, когда зачастую тоже наши граждане обращаются через кого-то, обращаются якобы к нам для того, чтобы мы либо активнее рассматривали дело, либо активнее его разрешали, то есть ту проблематику, которая существует. Но при этом зачастую мы тоже об этом ничего не знаем. То есть к нам напрямую люди не приходят, а считают, что лучше обратиться через кого-то. Но это, как правило, будет более такой позитивный, как они думают, результат. Скажите, пожалуйста, как можно квалифицировать действие, которому предлагают решить вопрос таким альтернативным способом? Ну, человек, который приходит к нам и предлагает, естественно, за материальное вознаграждение разрешить эту проблему, то есть или предлагает нам материальное вознаграждение за принятые нами решения. То есть это получается взятодательство. Насколько вообще такое явление распространено в нашем городе, в Одессе? Ну, это все зависит от каждого, наверное, индивидуального человека, то есть зависит от менталитета нас. На сегодняшний день проще обратиться к кому-то и не напрямую, как мы думаем, и ждать результата, чем прийти и открыто зайти в кабинет и спросить, почему такая есть проблематика или почему вы нам не помогаете. То есть, поэтому люди, ну, наверное, еще по старинке, я так думаю, но они пользуются услугами третьих лиц и думают, что от этого будет результат. Андрей Станиславович, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, почему вообще человек идет на такой шаг, а не обращается в правоохранительные органы? То есть, по сути, он заводит сам себя в тупик, и денег лишается, и проблема остается. Ну, и не обращается, допустим, сразу к профилирующему специалисту. Ну, я думаю, да. Думаю, что здесь есть вопрос и как юридического невежества, то есть именно, что человек не желает потратить деньги цивилизованным путем найти адвоката, который может вступить в любой момент в дело, опять же, обратиться напрямую к нам, либо к следователю, либо к начальнику подразделения, которого руководит, ну, данным сотрудником, у которого в производстве это уголовное дело. Поэтому он выходит, вот, и думает, что найдя другой путь, вот, он будет гораздо качественнее и лучше, что абсолютно неудачно. Я бы советовал приходить к нам и свои проблемы обсуждать открыто. Кроме того, что существует у нас прием граждан, которые мы проводим почасово, то есть каждого из руководителей расписан его день, вот, и мы в этот день находимся на месте, и люди, которые приходят к нам, мы можем сразу взять следователя, взять сотрудника, у которого материалы, сразу на месте это оперативно все рассмотреть, выслужить эти жалобы, которые существуют, и моментально попытаться их разрешить.